Кто больше хайпажор? Гнойный или Соболев? А может Даня Кашин? Отчего кайфуют менторы Фрэш Блада? Отчего не кайфует толпа нарвать на битах? Какая легендарная группа заявила о прекращении своего существования? А также несколько новых альбомов? Обо всем этом прямо сейчас, в свежем выпуске Рэп Ньюз. С вами свежий Игорь Еремин. И мы вместе с вами врываемся в игру. Сразу же после раздачи от Покер Дом. Слава КПСС, видать заработав на квартиру, решил, пора бы в ней сделать евроремонт. И вызвал он для этого одного из самых хайповых блогеров на батл. Вот так все просто. Изи, изи. Адский пожар или синий кит? Тебе похуй, что лишь бы попиздить. Ты дашь задний ход канал Гитлер Юген. Ты не рупор, Коля, ты медийный флюгер. По части свобод он борет за правду. С метлой этот бомж, с мечом Роналду. Заебавший всех, как ремикс на панду. Коля сменит лагерь, только скинь на карту. После куплетов, собственно, поступило классическое приглашение на батл. Или не на батл. Непонятно. То ли соперники должны куда-то идти, если не принимают вызов, то ли если принимают. В любом случае, Гнойный готов их встретить на лобном месте. Идёшь нахуй, не примешь вызов, идёшь нахуй. Пошёл нахуй. Либо ты выходишь на батл, либо умираешь петухом. Логика антихайпа. Сам Соболев уже прокомментировал этот вызов. Правда, в неоднозначной форме. Куда более красноречиво за него это сделал Данька Кашин. Нет, это не он. Он вот. Ну где-то 1300, наверное. Она из золота, из серебра. Серебро по золоту, да. Эксклюзивные варианты, её делали специально для этого. Довольно странно слышать в Дисе от Кашина, который стал уже последствием созданного инфоповода, упрёки в том, что Гнойный... Да и вообще, нечестно он играет. У Славы хотя бы сведённый лайф, а Даня хитрит своей студийной записью. Хотя, он же из видеоблогеров. Видеоблогер? Николай Стополев, Ян Го, лучшие люди на свете. Кто там и с кем будет, когда баттлиться, мы, конечно же, не знаем, но обязательно будем держать вас в курсе дела. Так что подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. А пока не обошлось без пацанских подгонов от Славы на волне обсуждений. Пока вы смотрите этот выпуск, вышел его новый клип под названием «Пацанский флекс». А также новый совместный трек с альбома его товарища «Джигли» под названием «Мы крутим в углу». Сезон Фрэш Блада всё увереннее движется в сторону следующего. Теперь уже группового этапа. А мы всё более разуверяемся в словах о фантастическом старте сезона. Вышло два новых отбора, где, соответственно, нам показали четырёх баттлеров, чьи видеозаявки оценили менторы. Но по итогу достойно из них выступило где-то полтора. Лучше б Саня напротив меня поставил шепелявого гнома и златы. Ведь ты настолько еблан, что мне даже не надо тебя унижать. Такие, как ты, обычно говорят. Зачем работать, если можно наспорь закасариться, стасать у бомжа, блядь. И... Так. С шутками а-ля два с половиной. А ты за полминуты вышибла из него всю веру в себя. Ты... Ты... Как... Как... Вышибатель веры. Да, точно. Из известных лиц можно отметить пара Грина, что является финалистом слова Екатеринбург, а также активным участником мейн-ивентов на слово в целом. Пожалуй, его выступление и выглядело наиболее органичным и уверенным. И, естественно, сказался опыт. Ведь я в отличии... Ведь я в отличии от вас, властелин, блядь. Не считаю, что я бог. Но если менторы позвали, значит, я сюда готов. А вы пиздите, что хип-хоп у вас есть. Кровее. Но лишь такие, как я могу, и здесь провиню! Новый «Рвать на битах» напротив радует как составом, так и выступлениями. В новой баталии встретилась команда «Андервод» в лице основателей одноименного лейбла «Дуни ИСД». Против команды «Дабл Ди», которую, как неудивительно, представляли два Дмитрия – Димаста и Димайте. Мне по кайфу микс-тейпы, кстати, микс-хвайты. Мне также по кайфу, можем хоть завтра в октагон ворваться без камеры хайпа. Да вот такая правда, на остальное клал я. Ведь это все просто слова и то, что за кадром главное. Че? Пиздец, ты угораешь, че? Очевидцы сообщают, что Дуни и Димаста и впрямь после батла поехали на дружеский поединок без камер. Кто стал победителем этого батла, уж судить не беремся. Знаем только, что точно не Кизару. Все, все, все. Победу же в номинации главной перформанс батла под биты заслуженно можно отдать Ди, который майте. Панчи про самого себя SD, кажется, еще никогда так не нравились. Ты еле живой, слышу я твой низкий пульс. Телка твоя и жирная, и карлик это каспийский груз. А, Витя против трендов, это его кредо. Твоя жопа творит чудеса, ты сел на айфон, он стал айпэдом. Ты не счастливый, ты взвешенный, но не счастливый. А теперь к чуть менее веселым новостям. Группа Триада, в состав которой входил Негатив и Дина, прекратила свое существование. Взявшая свой старт в далеком 99-м году, за это время группа успела отметиться девятью альбомами и навсегда остаться на скрижалях русского рэпа. Участники сообщили, что дадут свои последние концерты в Москве и Петербурге, а после на неопределенный срок заморозят все возможные совместные выступления. Помимо прочего, писать стреки сообща они также больше не планируют. Однако на октябрь этого года запланирован выход сольного альбома от Негатива под названием «Жаме Вю». На который уже можно оформить предзаказ. Я поднимусь и сделаю финальный круг, из-под облаков сорвусь в пике обдруг. И все окрестности на короткий миг огласит, леденящий, рвущий на части душу крик. Облетаю все дома леся, леся, моя лебединая песня. Моя лебединая песня, моя лебединая песня. Облетаю все дома леся. А теперь мини-дайджест о вышедших за последнее время новинках. Тут у нас какой-то калейдоскоп альбомов, но обо всем по порядку. Бульвар Депо выложил продолжение своего альбома «Рэп», присвоив ему цифру 2. 14 треков неспроста вышли 20 апреля, если вы, конечно же, понимаете, о чем он. Или я. Или вы. Хорус, а.к.а. Луперкаль, также представил свой альбом «Прометей роняет мыло», «Факел». В этот день Икс. В гостях Мерда Кила много знал, ATL, AC McFly и Зараза. Лига Лайз уже давненько не молодой король, а скорее голый. Однако свой новый альбом он назвал именно первым определением. А его камбэки красноречиво свидетельствуют такие треки, как «Не верь хайпу». Видать, дядя учит молодых не верить хайпу. Лучше вернуть его обратно ему. Начередной урод грузит народ, и телевизор врет. И большинство меняет ценности наоборот, влежду не твити рок. Мозгом назло, как овцы под нагайкой. Упрямо прем туда, где больше лайков. Модные сайты форсят пропаганду. Нас посчитали прав, не верь хайпу. Мози Монтана представила новый сингл под названием «Хаястан Бумин 2». Как нетрудно догадаться, читает она примерно о том же, что и в первом. Такой вот сегодня выпуск. И посмеялись, и погрустили. Подписывайтесь на наш паблик во Вконтакте, чтобы узнавать новости быстрее всех, ведь скорость публикации у нас самая высокая. Также напоминаю, если ты крутой рэпер или просто талантливый человек, то можешь смело заказывать рекламу в паблике Рэп Ньюз, чтобы донести свое творчество до обширной аудитории слушателей. Вы смотрели проект Рэп Ньюз. Я был рад вещать эти новости для вас, и вновь увидимся уже совсем скоро. Пока-пока. Рэп Ньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова